Практическая психология Здравствуйте, это программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня я пригласила Анну Новокшунова, фотографа и бренд-менеджера. Аня, здравствуйте. День добрый. Предлагаю проговорить сегодня очень увлекательную тему. Итак, фототерапия. Именно так я хочу сегодня назвать эту историю. И кто о фотографах-то знает, каким образом влияет он на состояние человека, который оказывается перед камерой? Расскажешь нам все секреты? Ну да, все, что могу, все расскажу. Все, что могу, да, все расскажу, поделюсь. Вообще, как искусство фотографии повлияло на тебя саму, когда ты познакомилась с этим? Ну, на самом деле, я сначала была по ту сторону объектива. Я работала моделью порядка 10 лет. Потом я стала главным редактором в здании, где я работала. И в процессе я поняла, что для того, чтобы сформулировать правильное задание для фотографов, которые нам снимают съемки, мне нужно больше знаний. И я пошла учиться на фотографа. И в процессе учебы я уже как раз поняла, что мне нравится и сам процесс. И вот уже три года он меня сопровождает. Стала ли ты в связи с тем, что соприкасаешься с искусством фотографирования, глубже смотреть в людей? Я думаю, что да. Это такой неплохой повод прокачать скилл эмпатии. Понять, что чувствует человек и что им движет. Вот мы часто сталкиваемся с тем, что сейчас современные, ну, даже уже подростки начиная, да, они постоянно выкладывают всевозможные селфи, они постоянно где-то, какие бы мероприятия ни проходили, постоянно себя фотографируют. Ну, или там друг друга фотографируют. Раздражает тебя вот это качество? Очень многих взрослых, да, таких уже, раздражает. И они говорят, да что же это такое, почему все время люди с камерами? Ну, я думаю, что просто взрослым не нужно смотреть эти соцсети и смотреть эти фотографии. А для подростков и для, ну, молодых людей, я думаю, что это повод, во-первых, и самореализации творческих каких-то моментов, и принятия себя, и любви к себе, и получения обратной реакции от подписчиков, от тех, кто их смотрит и видит. Это очень важно знать, что, ну, на тебя реагирует положительно. Мы все-таки социальное существо. Такая некая обратная связь, да? Да. И смотри, когда человек фотографирует себя сам, это одна история, да? И совсем другая история, если человек обращается, например, к профессиональному фотографу. И чаще всего мы с этим сталкиваемся, ну, прежде всего, прям такая изначальная история, это когда хочется сделать семейные фотографии. Вообще, как ты думаешь, реже стали люди делать семейные фотосеты? Ну, насколько я вот сейчас могу судить, у нас в целом в Кирове очень большое сообщество фотографов, и оно довольно дружное. У нас даже есть внутренняя переписка, чат, где мы обсуждаем. И в целом за последние, возможно, года 3-4 спрос на съёмки, именно семейные, он возрос. Потому что я вспоминаю, допустим, молодость моей мамы, вот в её семье было принято раз в год делать семейный снимок. И, ну, сейчас, допустим, спустя время очень здорово... Перелистывать эти альбомы. Да-да-да, смотреть эту традицию. И когда я, допустим, беру семейные съёмки, хотя это бывает, правда, скажу, нечасто, в целом, скажем так, со старшим поколением, когда мы обсуждаем, я говорю, что замечательно, вы оставите свою память о себе для своих детей и внуков. Вы относитесь к этому как для некой истории? Причём сразу же проговорим такой момент, что для взрослых, для пожилого поколения очень важно, чтобы это было не только на электронном носителе. Для них прямо они искренне обижаются, что вот сделали фотографии там какого-то мероприятия. И не распечатали. У меня мама, где мои распечатанные фотографии, это любимый мамин вопрос. Вопрос. Правильно, потому что для них важно, чтобы я видел. Вот, знаешь, для меня очень такая прям жизненная история расскажу. Однажды я была в гостях у бабушки своей подруги, и ей было 94 года. Она жила и до сих пор ухаживала как бы сама за собой, то есть она жила одна. В общем, сама себя обсуждала. Да, и когда мы зашли к ней в квартиру, то она сидела за столом в кресле, и у неё на стене были повешены фотографии, развешены фотографии всех её родных и близких, начиная с бабушек её и заканчивая последним рождённым внуком. И она так показывала на руке, говорит, вот это моя сила. Я вот благодаря этому, наверное, доживу до 100 лет. То есть вот смотри, искусство фотографий. То есть она жила, я спросила, вам не скучно одна? Она говорит, нет, что ты, смотри, они тут все со мной. Ну, это правда, это хороший способ протянуть некую нить от самых маленьких для самых старших и ставить ей воспоминания. И особенно в седьмом случае взрослые люди всегда скучают о своих близких и родных. Ну, я просто для моей мамы у меня тоже так же распечатаны, так же висят на стене. Да, и вот в этом сила, мне кажется. Да, я с тобой согласна. Поэтому не будем её обесценивать, да, а всячески, если у вас где-то там в голове бродит мысль о том, чтобы надо сделать хорошие фотографии, да, чтобы оставить на память что-то, ну, или это просто полюбоваться. И вообще вот сейчас давай перейдём к процессу. Процесс, сам процесс фотографирования, сам процесс фотосессии, это же тоже очень много про психологию, правда? Ну, на самом деле это очень много про психологию. И мы, конечно же, рассматриваем не тот вариант, когда у нас коммерческая съёмка, и когда мы работаем по определённому референсу, а когда человек для себя собственную съёмку хочет для того, чтобы, не знаю, любоваться ей в одиночестве, выложить её в соцсети, распечатать для кого-то. Ну, то есть он, в этот момент он обнажает свою суть, то есть ту часть, которую бы он хотел обнажить, или наоборот он раскрывает то, что он не знал, что у него есть. И зачастую очень многие боятся, потому что, ну, в целом, то есть у нас тема принятия себя, своего тела, телесности, она очень-очень-очень сложная. Если мы спросим любую девушку, крайне мало тех, кто был бы с собой доволен и считал, что он в форме. То есть если ты девушке вот просто сходу предложишь съёмку, она скажет, воу-воу, подожди, я скину 5 килограмм, тогда поговорим. Или там, да, у меня ещё не в чем сфотографироваться, или у меня ещё не то настроение. Гораздо легче решить вопрос. Это скорее вот, я тут немножко ещё подожди, вот ещё 2-3 недели, то есть мы всё время ждём... Какого-то лучшей версии себя, да. То есть мы всё ждём, когда будущее настанет вместо того, чтобы жить и наслаждаться здесь сейчас. Ну, вообще, на самом деле, это ведь очень сложные процессы. И разрешить себе, даже с точки зрения выкроить время, продумать себе образ. Вообще, вот это же тоже очень так энергетично, ну, как бы затратно, да? Ну, да, то есть, но здесь, я думаю, что фотография, как и терапия, то есть это всегда двусторонний процесс, и зависит он от двух людей. Тот момент, когда вы выбираете себе фотографа, или задумаетесь о сессии, то есть есть те моменты, которые вы сами ищите, что бы вам хотелось. В любом случае, ну, найти картинки, где вам нравится или не нравится, что хорошо, что для вас плохо определить рамки допустимого или недопустимого, вы можете самостоятельно предложить это фотографу, а уже задача фотографа, исходя из того, что, ну, ваше видение, он может вам предложить, как это можно реализовать, допустим, в рамках Кирова, в рамках кировских фотостудий, в часы, в которые это можно делать, специалисты, которым вас могут собрать, потому что сейчас в целом практикуется не только макияж и укладка, но и, например, приглашение стилиста, который под вас закажет одежду и привезёт на съёмку. Ваша задача – только прийти. То есть, в принципе, облегчили, да? Да. Специалисты облегчили весь процесс сбора на эту фотосессию. Да. Тут вопрос, на самом деле, понять, зачем вам это надо. То есть, ну, нет такого, что вы просто решили сделать красивые портреты, это плохо. Ну, то есть, ну, не надо думать, что у съёмки должна быть какая-то большая глобальная цель. В целом… Просто необходимость, да? Цель получить удовольствие. Удовольствие… Почему нет? Почему не просто получать удовольствие от себя в процессе, от того, что тебя действительно собрали, тебе уделили время, и ты потратил время на себя. Немножко такой эгоистичный момент, но он позволяет побыть самим собой, насладиться собой осознанно, плюс получить комплименты сначала от фотографа на съёмки, а потом на фотографии, если вы их рискуете выложить. А есть такие, когда они рискуют, да? Нет, есть, да, очень часто бывают съёмки, которые потом… Для себя. Да, для себя. Ну, то есть, для себя, возможно, для близкого человека. Я же не буду говорить степень откровенности фотосессий, но в целом это… Ну, неважно, как, главное, понять, что вы делаете, главное для себя. Вот сначала ты была по ту сторону, ты была моделью. Часто ли у тебя было ощущение, что та девушка, которая была в процессе, и те фотографии, которые ты получала, это две абсолютно разные личности? На самом деле нет, но я, наверное, очень такой важный момент отслежу, что как перестать бояться фотосессий, делать это чаще. Чем чаще ты фотографируешься, тем комфортнее ты входишь в кадр, потому что ты привыкаешь к тому, как двигается твоё тело. Ты осознанно думаешь, как положить руку, как поставить плечо, развернуть плечо, поставить ногу, потому что, ну, вот до банального, если я на съёмке или вот сейчас попрошу кого-то коснуться своего лица, это будет просто вот рука, впечатанная в лицо, без любви и без нежности. То есть осознанно подумать о своём теле, как оно, какую постуру оно занимает в пространстве, это очень такой важный момент. И как раз когда я была моделью, а с учётом того, что я в целом плюсовая модель, ну, то есть 52-54, я понимаю, что многие женщины в таком размере очень себя стесняются. Для меня как раз-таки была съёмка по ту сторону камеры, как способ принятия себя и любви к себе. То есть это правда было действительно так, и это позволило мне, ну, как бы понять, что я прекрасна. Отлично. Вообще волшебные слова. Аня, вот почему часто бывает, что когда психолог, психотерапевт, видя, когда идёт работа с самооценкой, да, мы с клиентом проговариваем разные варианты, разные инструменты ищем, да, которые могут помочь человеку себя принять и, может быть, даже в чём-то поднять свою самооценку, да, ну, довести её до состояния нормы. И один из инструментов, да, я часто очень рекомендую девушкам, женщинам, да, когда спрашиваю, что, а когда последний раз была фотосессия? Некоторые говорят, никогда в жизни. Да, очень часто такое бывает. И я говорю, а давайте будем пробовать, потому что действительно это терапия, да, причём без меня, как специалиста, да, терапевтом выступаешь ты, фотограф. Ну, по факту, да, получается так. И здесь терапевтируют всё. И разговор. Согласна. Ты, когда человек, фотограф разговаривает уже с женщиной, там, или с мужчиной, да, мы не будем сейчас прямо как бы, да, по гендерности тут разводить, когда какая цель у тебя, да, каким ты хочешь себя видеть в кадре, каким ты хочешь себя чувствовать, да, вот всё это, это уже терапия. Да, ну, то есть так это, может быть, странно звучит, но когда мы говорим про съёмку, мы говорим про вас, ну, то есть мы говорим про модель, мы говорим всё как бы зациклено на том, как сделать так, чтобы достичь результата. И человек чувствует себя центром Вселенной. Ну, получается, да. И он слышит, что его слышит, он это тоже чувствует. И потом он разрешает себе быть немного не таким, другим, да. Это, кстати, очень классная история по поводу не таким, то есть... Ну, до эфира ещё озвучили этот момент, что, в принципе, всех фотографов, фактически, можно поделить на две части. Это фотографы-наблюдатели, которые просто создают комфортную атмосферу, но они разрешают тебе быть естественным в кадре. То есть они ловят те моменты, которые ты им даёшь. Но в данном случае есть... То есть они следуют за тобой? Да, они следуют за тобой, есть очень много шансов, что они поймают какие-то твои внутренние микроэнергии, микровзгляды, которые действительно про тебя. Твои состояния. А есть вторая история фотографов, которые лепят, которые создатели, которые помогают создать образ, усилить и докрутить то, что ты бы хотел видеть в кадре. Или то, например, что он в тебе видит, а ты сам не знал, что в тебе это есть. И он усиливает это и выводит на первый план. И ты потом смотришь фотографию и думаешь, вау, я вообще могу таким быть. Да. Во-первых, разрешаю себе быть таким, да, во-вторых, мне так это нравится. И тебе помогают это вытаскивать. Ну, то есть это два разных подхода, и каждый из них прекрасен. И я думаю, что имеет смысл и то, и другое испытать на себе, чтобы сравнить. Но тут очень важно, чтобы вот, зная, владеть этой информацией, да, и мы же тоже истории слышим. Я там вроде сходила на фотосессию, да лучше бы я этого не делал, да. Мне не понравилось там всё, начиная с процесса и заканчивая окончательным продуктом, который я там увидела. Потому что человек не принимает себя таким, каким вот его, например, увидел фотограф, понимаешь, да, вот в этой истории. И здесь тоже включаются такие внутренние сопротивления, включаются моменты каких-то прямо внутренних конфликтов, да. Важно это тоже на берегу обсудить. Очень важно, да. Это прям такой трепетный момент, когда вы выбираете того фотографа, с кем поработать, обязательно посмотрите его работы. Посмотрите, запросите его работы в том жанре, как вы хотите, как вы обсуждаете. Потому что, скорее всего, как он вам покажет пример, он также снимет. Ну, то есть, не нужно ждать от него другой обработки. Ну, то есть, если это, ну, работа не по референсу, когда вы приходите в комнату профессионала, и он вам соберёт цветовую схему, там, обработку так, как надо вам. Ну, то есть, мы говорим про какой-то коммерческий снимок. А в целом, про обычную съёмку для себя, то нужно всегда выбирать того фотографа, который работать ей, безусловно, нравится. То есть, откликаются, да? Да, абсолютно. То есть, если, ну, не такого, что, например, он меня снял, а он мне потом скажет, а почему у вас чёрно-белый, я хочу в цветный. Он такой, ну, вы видели мои работы? Я работаю в чёрно-белом. Плюс ко всему, значит, мы смотрим на работы, да, фотографа. Ну, дальше, мы прислушиваемся, когда мы общаемся с человеком. Да, о, это очень, кстати, важно. Когда вы списываетесь, то есть, ну, буквально по первой переписке можно понять. Получится или не получится. Получится или не получится, да. Ещё на что стоит обратить внимание? Ну, я думаю, что стоит. Ну, это такие сугубо практические моменты. Уточнить, как будет происходить там оплата всех моментов. Как будет происходить дача фотографий. Потому что очень бывает такой момент, что не обговаривается на берегу, например, там в течение месяца, двух месяцев, когда будут сданы съёмки, и потом как бы... У человека уже какой-то послевкусие остаётся, да, недоговорённости. Да, 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 человек уже хочет, а у фотографа как бы план вперёд на ретушь очень большой, и он такой, ну, ждите. То есть, бывают такие, ну, шероховатости. То есть, лучше это заранее проговорить и количество съёмок, и так далее, ну, количество кадров, которые будут отданы. Вот в самый день, когда человек всё списался, договорился, когда он понимает, что сейчас этот час икс наступит, волнение, да, беспокойство даже у матёрых, я бы так сказала, да, людей, которые не раз уже делали фотосессии. Вот что ты можешь порекомендовать людям, как вообще подходить, как себя подготовить психологически к самому процессу фотосессии? Кстати, расскажи историю, как ты в течение двух часов танцевала в зале. Да, я просто... Это тоже один из опытов, да? Да, я за кадром с надеждой поделилась поводом. Ну, как мы как раз говорили, что есть фотографы-наблюдатели и есть те, кто создают картинку. И вот буквально в январе у меня была съёмка персональная с Сашей Фитининым, с фотографом. Он как раз-таки наблюдатель. Мы просто пришли на два часа в зал, и я два часа взаимодействовала, жила в пространстве. Мы с ним не разговаривали. Он просто меня ловил, как я перемещалась, передвигала, трогала предметы, думала о своём. То есть для меня это было, ну, средне медитации. То есть я действительно осознанно просто думала о своих ощущениях, о каких-то мыслях, и он ловил эти микромоменты. Включала ли музыку для себя, настрой? Да, вот это как раз-таки очень важный момент, как расслабиться, как себя почувствовать. Это музыкальное сопровождение. Оно действительно нам позволяет быстрее войти в атмосферу. Но это, в принципе, как действуют запахи, как действуют касания. То есть есть вещи, которые нас быстро погружают в комфортную среду, и мы ощущаем себя в безопасности. Ведь вопрос расслабления – это вопрос безопасности. Конечно. И, опять же, в зависимости от образа можно подобрать музыку, либо которую это будет расслаблять, либо давать какое-то озорное настроение, либо это будет что-то рок-н-рольное и дерзкое. То есть музыкальное сопровождение тоже можно обсуждать с фотографом заранее. И от него, кстати, очень сильно зависит то, что будет в этом результате в кадре. Конечно. Безумно это важно. Обсудить и музыкальное сопровождение, и в целом, чтобы чувствовать себя увереннее, можно заранее посмотреть и позировку. Как это ни странно, порепетировать даже дома, перед зеркалом. Просто встать, постоять, открыть картинки, как стоят модели, и просто повторять эти позы. И пожить в них, чтобы они стали частью вашего тела. Это очень легко и очень понятно, когда вы попробовали понаклонять голову, складывать локти, сделать это сидя на стуле, сделать это стоя, прислонившись к чему-то. То есть поискать те позы, которые были вам комфортны. Потому что зачастую, когда входит в кадр первый раз, у тебя сразу много рук, у тебя много ног, и ты не знаешь, куда это все деть. И в целом, когда модель не опытная, то есть это не 10-20 съемка, то разумно вообще начинать с поз, который позволяет вам закрыться. Например, сесть. Например, прислониться к чему-то. То есть чтобы у вас была точка опоры помимо ног. И когда мы начинаем первые 15-20 минут, на самом деле вся съемка, зачастую кадры, которые получаются качественными и мягкими, потому что в любом случае все телесные зажимы, их видно, это обычно последние 15-20 минут съемки. То есть а мы запасы... Да, зачастую первые полчаса они уходят просто на то, чтобы человека по ту сторону камеры расслабить, чтобы он поверил вам, поняли, что вы не кусаетесь. Да, что вы на его стороне, что вы видите в нем только все самое хорошее, все самое красивое. И в тот момент, когда он начинает доверять, уже начинается на самом деле работа. Вот для тебя процесс фотосессии – это энергозатратно? Как ты понимаешь для себя, что вот уже фотографируешь, что да, здесь будет классно, много кадров, или ты четко понимаешь, что вот он человек, в каком он настоянии пришел, он такой вот весь твердый, вот он весь такой угловатый, и тебе становится так же не по себе, так же... Да, ну то есть вот если мы возвращаемся к моему способу деления фотографов, то я отношусь к фотографам-создателям. То есть мне проще войти в человека, в его атмосферу или пить его. То есть в целом довольно комфортно, быстро могу пошутить, настроить на нужную волну. То есть мне комфортнее сразу же человека вводить в то состояние, которое мне нужно. То есть ты сразу же обговариваешь, что вот сейчас я хочу, чтобы вы меня услышали, и повторяли, прислушались к моим просьбам. При самой съемке, допустим, вот человек входит в кадр, то есть прежде чем начать наводить на него камеру и стрелять в него, мы проговариваем, что я буду от него требовать. То есть как ему лучше смотреть, куда поворачиваться, куда не поворачиваться. Ну банально, если я вот сейчас на тебя смотрю и так вот сделаю глаз, ты видишь только мой белок. То есть некрасиво... То есть ты знакомишься с определенными правилами, да? То есть я говорю, вот мы будем смотреть вот так, будем смотреть вот так. Если я показываю ручку так, нагибаем голову вот так. Если я говорю чуть-чуть ко мне, маленький шажок ко мне. То есть я изначально человеку даю систему координат, в котором будем двигаться, некие правила... В которых будем жить. Да, да, да. И ему становится комфортно. Потому что он не знает, может он уже стоять, может он уже поменять позу. То есть чем мы заранее проговариваем все, как он будет жить. Ну как бы правила игры дали, он расслабился. Да. Очень же сложно без правил игры. Конечно. И вообще вот сейчас все, что ты рассказываешь, это опять-таки в чистом виде психология, да? То есть когда мы четко понимаем, что от нас хотят, да? Когда мы понимаем, что это не противоречит нам. Когда у нас не возникает внутреннего конфликта, там, например, я хотела бы тут пожить, а вы тут, пожалуйста, наблюдайте, фотографируйте. А вы вот еще мне задачи нарезаете, да еще мне хотите поставить каким-то таким образом, да? То есть вот это про момент, правильно, выбор фотографа и про момент принятия принятия вообще всего процесса фотосессии. Это, ну, правда так, потому что есть разные, например, я очень говорящий фотограф, а есть те, кто очень мало говорят с моделями. Ну, то есть, ну, опять же, есть те, кому и не нужно, чтобы с ними много говорили. То есть это такой, ну, очень... Индивидуальный подход. Индивидуальный момент, да, да, да. Обязательно. Нужно, прежде чем пойти, все-таки можно пообщаться подольше. То есть в целом, ну, фотографы гировские достаточно отзывчивые, все очень идут на контакт и могут обсуждать идеи. Нет такого, что у кого-то спросил, и ты потом ушел, и на тебя обиделись. Да, и все фотографы, я вот прямо даю 100%, творческие очень люди. Иначе бы они не занимались этим видом искусства. Нет, ну, есть те, кто относится к этому как к работе. Как к работе? Это тоже правильно, конечно. Это все-таки работа. Хорошо. Аня, скажи мне, пожалуйста, вот ты больше любишь тематические фотосессии, когда человек приходит и говорит там, ну, например, я хочу там... Поле в ромашках? В поле в ромашках. Или наоборот, это студия. И тебе где легче? Ну, я на самом деле, я исхожу из того, что мне интересно снимать. Не как и где, а именно что. Потому что, ну, есть... В любом случае классно, когда есть фотографы, которые на что-то специализируются. То есть, если, например, я сейчас попросил меня назвать там 10 фотографов кировских, я в любом случае, у меня есть внутренний ранж, а я, ну, безумно люблю очень много носкирек талантливых ребят. Я прям поделю, к кому, зачем я пойду. Вот лично мне, как фотограф, я очень люблю снимать эмоции, чтобы был драйв. Что-то, возможно, немножко странное, но странное в плане фэшена. То есть, у меня глянцевое прошлое дает о себе знать. Да, я люблю такие, ну, больше журнальную картинку люблю, и люблю, чтобы она была эмоциональная. Вот, наверное, так. Социальные сети, да, они сейчас, опять-таки, у нас пестрят вот этими самими фотографиями, красивыми фотографиями, и мы понимаем, как девочки злословят иногда, да, ой, в жизни она совсем не такая, а вот у каждой фотографии прямо красотка красоткой. Вот как ты относишься вообще к этому? Ты показываешь себя, какая ты в жизни, или ты выкладываешь себя только исключительно через красивые ракурсы? Ой, ну, это такой интересный вопрос, если тут касательно... Подвоха нет. Нет, нет, я тебя поняла. Нет, касательно моего личного бренда, я очень люблю пошутить, похихикать, то есть, у меня нет такого, что я красивая. Мне гораздо важнее быть настоящей, чем красивой. Ну, то есть, вот превалирует на это. А если мы говорим про социальные сети, ну, в целом, тренд, который владеет и социальными сетями, и рекламными коммуникациями, это искренность. Ну, то есть, тренд вот в ближайших нескольких лет настоящность на то, какой ты есть. И в целом, съемки сейчас идут к тому, что меньше ретуши, меньше обработки, меньше позировки, максимум естественности, неидеальности на... Это даже привлекает, да? Да, да, да. Ну, то есть, тренд на это, слава богу, поэтому в социальных сетях все станет менее фотошопно и более на исходник похоже. Ну, вообще, это про жизнь, да? Да, да, да. Про такую настоящую, со всеми ее проявлениями, со всеми ее несовершенствами, но в то же время и с красотами, которые тоже нас радуют. Я думаю, что да, я в этом плане как... Я очень либеральна. У меня с подругами обсуждения. То есть, я, в принципе, и за феминизм, и за принятие той телесности, которая есть у людей, не встраивая их в рамки, поэтому хочется, чтобы все принимали себя такими, какие они есть. Это про быть, а не казаться. Отлично. Спасибо большое. Это была программа «Практическая психология». Сегодня у меня в гостях Анна Новохшонова, фотограф, бренд-менеджер. Аня, спасибо большое. Было очень интересно. Мне тоже очень приятно. Спасибо большое. И до новых встреч. Всем любви, удачи и счастья. Практическая психология.